Компания «Телеформат» представляют На скамье подсудимых женщина, которую обвиняют в убийстве мужа. По версии следствия, подсудимая ударила погибшего монтировкой по голове и оставила умирать зимой в гараже. Таким образом, она отомстила мужу за измены. Адвокат уверен, что преступление мог совершить другой человек. А подсудимая невиновна. Кто лишил жизни человека? Прошу всех встать. Суд идет. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляю открытым. В этом году рассматривается уголовное дело по обвинению Зубковой Виктории Владимировны в совершении убийства Зубкова Сергея Анатольевича. То есть в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Секретарь, доложите, пожалуйста, все участники процесса на месте. Ваша честь, все свидетели явились и ожидают вашего вызова в коридоре. Спасибо. Подсудимые, встаньте, пожалуйста. Назовите свое имя. Зубкова Виктория Владимировна. Где и когда вы родились? В Зеленограде в 1970 году. Где зарегистрированы, где проживали до заключения под стражу? Проживала Москва, Кравченко, 92, квартира 45. До заключения под стражу чем занимались? Работали? Да, я преподаватель химии в школе 2049. Почти 20 лет отработала в одной школе. Поспокойнее, пожалуйста. Вы копию обвинительного заключения своевременно получили? Да, Ваша честь, своевременно. Хорошо, присядьте. Уголовное дело рассматривается под председательством федерального судья Шалаева Александра Владимировича. Государственное обвинение поддерживает прокурор Липовецкая Ирина Геннадьевна. Защиту подсудимой осуществляет адвокат Иваниченко Анатолий Васильевич. Протокол судебного седания ведет секретарь Долгова Ирина Алексеевна. Подсудимые, встаньте, пожалуйста. Ваше право в процессе. Вы имеете право знать, в чем обвиняетесь, знакомиться с материалами дела, согласиться с обвинением, возражать против обвинения, давать показания, отказаться от дачи показаний. Имеете право на профессионального защитника. Имеете право обжаловать действия решения суда и приговор, если таковой стоится. Также имеете право на последнее слово. Вам понятно, Ваше право? Да, Ваше честь. Понятно. Присядьте. Суд переходит к судебному следствию. Слово предоставляется государственному обвинителю. Слушаем Вас, Ирина Геннадьевна. Уважаемый суд. 24 января 2009 года в 8.30 утра в Москве по адресу улица Рокотово, строение 72, в 59-м боксе гаражного кооператива был обнаружен труп мужчины. Зубкова Сергея Анатольевича, 1956 года рождения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть Зубкова наступила 24 января 2009 года в период времени с 4 до 5 часов утра. В результате открытой черепно-мозговой травмы. Рядом с трупом было обнаружено орудие преступления. Монтировка, принадлежащая погибшему. Следов взлома на двери в 59-й боксе обнаружено не было. И по подозрению в причастности к преступлению была задержана жена погибшего, Зубкова Виктория Владимировна. Было установлено, что накануне, вечером 23 января 2009 года, между подсудимой Зубковой и погибшим Зубковым произошел конфликт, причиной которого стала открывшаяся супружеская неверность погибшего. В результате последовавших за этим выяснений отношений подсудимая Зубкова ударила мужа монтировкой по голове. В процессе заседания обвинение предоставит все доказательства вины подсудимой. Проведенный по делу психолого-психиатрической экспертизой подсудимая Зубкова признана вменяемой и отдающей себе отчет в инкриминируемом ей деянии. Таким образом, подсудимая Зубкова обвиняется в убийстве, то есть в преступлении, предусмотренном частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Спасибо. Подсудимый Зубков, встаньте, пожалуйста. Вы виновной себя признаете? Нет. Не признаете. Я не признаю себя виновной. Я ни в чем не виновата. Начинаем с допроса подсудимой. Прокурор не возражает? Нет, не возражаю, Ваша честь. Пожалуйста, Антон Васильевич. Спасибо. Скажите, что вы можете сообщить о дне 23 января 2009 года? Ну, в тот вечер все было как обычно. Муж вернулся в половине восьмого, даже пораньше. Потому что мы собирались в гости к Валерьяновым. В восемь мы сели в машину, и уже половина девятого были у них в гостях. И что происходило в гостях? Ну, сначала все было нормально. А потом, потом он стал напиваться. Он стал пить рюмку за рюмкой. Рюмку за рюмкой я ему стала говорить, чтобы он не пил. Не пей, не пей, не пей. Потому что мне было неудобно при Валерьяновых. Но он все равно не слушал. Ну, в общем, мы поссорились. Ну, то есть причиной вашего конфликта послужило злоупотребление вашего мужа спиртными напитками. Так получается? Сначала, да, началось с выпивки. Ну, а потом, потом муж перешел на свою любимую тему. Он начал опять меня упрекать, говорить, что я поганая женщина, что я за всю свою жизнь не родила ему детей. Что это я, я во всем виновата, понимаете? Что это я, я, оказывается, не... Я виновата в том, что у нас нет детей. Они не то, что он их не хотел. И когда он все это начал говорить при Валерьяновых... Вы оскорбились? Да, я оскорбилась. Я тоже наговорила ему всяких гадостей. Я припомнила всех ему баб. И, в общем, мы разругались в пух и прах. Ну, хорошо, а дальше что происходило? Ну, дальше, дальше... Дальше, конечно же, мы поехали домой. За руль села я, потому что он уже лыка не вязал. Лежал себе на заднем сидении и просто, как ни в чем не бывало, довольно похрапывал. По дороге, как назло, нас остановил инспектор. И когда я открыла машину, он сказал, что я пьяна, что я сижу пьяная за рулем. Я им говорила, что это не я. Он меня попросил дунуть трубочку. В общем, в результате я просто его послала и все. Я просто не сдержалась. Ну, просто сказала, пошел ты и... Скажите, а в котором часу вы поставили машину в гараж? В четвертом часу, где-то минут 15 четвертого, я заехала в гараж, и в половине четвертого я уже ушла из гаража. Там был сторож, он меня видел, можно у него спросить, он подтвердит. Мы у него спросим. Сейчас пока у нас к вам вопросы. Ваша честь, разрешите, я приступлю к предъявлению доказательств. Да, пожалуйста. Согласно протоколу осмотра места происшествия, лист дела 56. Рядом с телом погибшего Сергея Зубкова было обнаружено орудие преступления. Это монтировка. Разрешите, я его суду продемонстрирую. Протокол его приобщения имеется в материалах дела. Вот оно. Именно этим орудием, именно этой монтировкой был нанесен смертельный удар Сергея Зубкова. Вы этот предмет узнаете, не так ли? Да, я узнаю. Узнаете. Ну, еще бы. Ведь на данном предмете имеются отпечатки пальцев и потожировые следы, которые принадлежат подсудимой. Естественно, на этом орудии имеются и отпечатки пальцев, и потожировые следы, которые принадлежат погибшему. Но ведь это его монтировка. А вот откуда там ваши отпечатки пальцев, вы нам это, пожалуйста, поясните. Тем более, что заключение экспертиз дактилоскопической и судебно-биологической. Это подтверждают листы дела 79 и 88, ваша честь. Дело в том, что когда мы заехали в гараж, я хотела поднять мужа. С помощью монтировки? Нет. Я хотела его поднять, разбудить, вытащить из машины. И... Но он опирался и... Не, 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 а вот адвокат для чего подсказывает? Адвокат не подсказывает, адвокат помогает подзащитному реализовать свое конституционное право на защиту. Адвокат же там не был, насколько я понимаю, не может помнить события преступления. А я разве про события говорю что-нибудь? Так, стороны. Уважаемый прокурор, я прореагирую, если увижу нарушение закона. Адвокат имеет право на... Я не помню, Ваша честь, потому что я, может быть, просто машинально схватила, в машине было темно, в гараже тоже темно, просто она мне, может, попалась под руки, я отбросила, я не помню. Не помните, значит. Ну, так вот, случайно, может быть, схватили за монтировку. Ваша честь, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле погибшего Зубкова имелись многочисленные ушибы и ссадины. Лицо погибшего было исцарапано. А вот согласно медицинскому заключению, которое было сделано после осмотра самой подсудимой, после ее задержания, на лице и теле подсудимой Виктории Зубковой были также зафиксированы многочисленные ушибы и ссадины. Но это не все. Согласно судебно-биологической экспертизы, лист дела 107, под ногтями подсудимой Виктории Зубковой имеются следы эпителия погибшего Сергея Зубкова. Вот скажите нам, пожалуйста, подсудимая, как вы объясните, вы что еще и исцарапали своего мужа, когда его вытаскивали из машины? Дело в том, что я, когда вытаскивал своего мужа из машины, я уже говорила вам, он был смертельно пьян. Но несмотря на то, что он был так пьян, он сопротивлялся, потому что когда мой муж пьян, несмотря сколько он выпил, он очень агрессивен. И я его пыталась вытащить. И что такое вытащить здорового мужчину пьяного? Он от меня отталкивался, он от меня вырывался, я его хватала, просто трясла за что только можно. И может быть, он ударился, и я его поцарапала, потому что в том состоянии и в то время я не помню даже. То есть, получается, ушибы и ссадины на теле погибшего Сергея Зубкова появились после того, как вы пытались его вытащить из машины и сопроводить домой. Я его хотела вытащить и сопроводить домой, да, ваша честь. Понятно. Ваша честь, разрешите, это еще не все доказательства, которыми располагает обвинение. В момент обыска в квартире у подсудимой, протокол обыска Лиздела 21, были изъяты пальто и шарф, которые принадлежали подсудимой Виктории Зубковой. Я их продемонстрирую с вашего разрешения. Вот они. Это ваши вещи, Виктория. Вот пальто тут и шарф. Вам они принадлежат? Да. Вы так их смотрите, как будто первый раз видите. Да, это мои вещи. Так вот, на этих вещах имеется кровь, которая по групповой принадлежности совпадает с группой крови погибшего Зубкова. У вас есть какой-то комментарий на этот счет? Я же говорю, что какал и пинал, и я его хватала, я просто поцарапала. У меня ногти, маникюр был, поэтому отсюда и кровь. Я, наверное, что-то поправляла на себе, что-то и испачкалась. Ничего себе, залито кровью пальто и шарф. Вы его сначала избили, потом убили. Получается так. Там следы крови, Ваша честь, они залиты. Скажите, пожалуйста, а как вы объясните ушибы и ссадины, которые при задержании были у вас лично обнаружены? Вы что, подрались еще? Нет. У меня ушибы и ссадины от того, что я хожу на курсы самообороны. Потому что у нас очень плохой район. Ваша честь, отдельно имеется медицинское заключение, я на него уже ссылалась, лист дела 89, который четко говорит, что все эти ушибы и ссадины, которые получены подсудимой, их время происхождения не более чем 5-6 часов до момента задержания. Но я же говорю, я его вытаскивала. Он очень сильный. Я же вам вначале еще сказала, что он меня отпихивал, что он вырывался, что он говорил, пошла ты, отстань от меня. И поэтому я поняла, что просто себе дороже. И поэтому оставила его. Ну, то есть вы на него еще больше разозлились, когда он вам оказался в сопротивлении. Решили оставить своего мужа в январе месяце в гараже, а не отапливаемый. Но он же не в гараже, он же в машине. Вопросы давайте, подсудимый. Имеются? Нет, у меня вопросов нет. У прокурора? Нет, у меня больше не должно. Присядьте пока, подсудимые. Переходим в допрос свидетелей. Свидетеля Валерьянова пригласите. Свидетель Валерьянов. Здравствуйте, свидетели. За трибуну пройдите. Представьтесь, пожалуйста, суду. Валерьянов Анатолий Аркадьевич. Где вы проживаете? Москва, улица Панферова, дом 133, квартира 67. Чем вы занимаетесь? Я бухгалтер. Вы будете допрошены в суде в качестве свидетеля. Суд вас предупреждает об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Это понятно, да? Да. Хорошо. Прокурор, пожалуйста, начинайте допрос. Анатолий Аркадьевич, расскажите, пожалуйста, суду 23 января 2009 года. Семья Зубковых была у вас в гостях? Да, они у нас были в гостях. Их моя жена давно пригласила. Они с женой как бы подруги были. Вместе работают. Понятно. Ну вот, расскажите нам, хорошо ли вы в тот вечер посидели? Ну, начали как обычно. Сели за стол, закусили, выпили, закусили, выпили, поговорили. Ну, а потом Серега как-то лишнюю рюмку выпил. Ну, и Зубкова, Вика, на него стала наезжать. Получается, причиной их ссоры стало то, что Зубков Сергей злоупотреблял спиртными напитками? Ну, можно сказать, что так. Ну, я не знаю. Может, жизнь у них как-то уже не складывалась. Тогда было как-то это заметно, что он ей надоел. Да нормальная у нас жизнь, нормальная. Что ты говоришь, всякую чушню. Тихо. И она поэтому недовольна всегда всем им была. Хорошо. Вот они начали ссориться, да? Что дальше происходило? Ну, что происходило? У него, по-моему, совсем крыша поехала. Она на него стала его обзывать, оскорблять. Прямо в гостях? Прямо в гостях стал вспоминать каких-то женщин, с которыми он спал. Сволок. Якобы. Как отреагировал на это Сергей Зубков? Ну, что он мог сказать? Он сказал, что она дура. Что после таких слов ни один нормальный мужик с ней жить не будет. И то, что он от нее уйдет. Скажите, свидетель, а вам что-нибудь было известно о том, действительно это было обоснованное обвинение со стороны Виктории Зубковой в отношении мужа? Была у него другая женщина или нет? Знаете, я не могу здесь точно... Нет, вы говорите только то, что знаете. По-моему, была. Не нужно догадок. Да, по-моему, была. Да кто ж от такой пилы гулять-то не будет? Она кого хочет замочить, запилить? Да, да, да. Жену посмотри на свою пилу. На свою Наташу-то посмотри. Открой-то глазки. У своей жены спроси лучше. Ты думаешь, с кем мой муж-то гулял? С Пушкиным, что ли? Да с твоей благоверной Наташей он гулял. Спроси у нее. Поулыбаешься, поулыбаешься, когда узнаешь. Мне, Сергей, ты все рассказал на обратном пути про твою Наташу. Все рассказал. Что он тебе мог рассказать? Всего рассказал, что у них все было. Я у него СМС-ку врача. СМС-ку. Жизнь у тебя не удалась. Это я знаю. Продолжаем допрос. Угрозы были со стороны подсудимой? Были. Точно помните? Точно помню. Я даже хорошо помню, как она говорила. Кобель поганый, я убью тебя. И на нее, и набросилась на него с такими словами. И неоднократно это повторяла и угрожала. Понятно. Судимых женщина, которую обвиняют в убийстве мужа. По версии следствия, подсудимая ударила погибшего монтировкой по голове и оставила умирать зимой в гараже. Таким образом, она отомстила мужу за измены. Адвокат уверен, что преступление мог совершить другой человек. А подсудимая невиновна. Кто лишил жизни человека? Как давно у них начались проблемы в семье? По времени меня интересует. Наверное, где-то года полтора назад. Года полтора. А когда вы стали подозревать, что у Зубкова появилась другая женщина? Тоже где-то года полтора назад. У меня вопросов нет, ваше честь. Обвинение? Больше нет вопросов. Присядьте, пожалуйста. Пригласите свидетеля Наталью Валерьянову. Свидетель Валерьянова. Здравствуйте, свидетель. Пройдите за кафедрой. Представьтесь, пожалуйста. Валерьянова Наталья Андреевна. Где вы проживаете? Проживаю в улице Панферова, дом 133, квартира 67. Ваш род занятий? Я учительница русского языка и литературы в школе 2049. Свидетель, вы будете допрошены в суде. Суду надо говорить только правду. Суд вас предупреждает об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Это вам понятно? Да, конечно. Понятно. Пожалуйста, вопрос сторон. Скажите, что вы можете сказать об отношениях в семье Зубковых? Обычные отношения, ничем не отличались. Все ругаются, когда они тоже ругались. А причиной ссоры 23 января 2009 года что послужило? Ерунда. Полная ерунда. Просто Сережа сидел и выпивал, она начала на него скандалить, вместо того, чтобы промолчать, как обычная умная женщина сделает. Конечно, ерунда. Конечно. Мой муж мне изменяет. И тебе ерунда. Это же не твой муж тебе изменяет, Наташенька. О чем ты говоришь, Вит? Кто тебе что изменяет? Подсудимая. Да что ты? Все же ты знаешь. Ну, ну. Что я знаю? Подсудимая, не мешайте, пожалуйста, допросу. А что я знаю-то? Я все просто знаю. Все, понимаешь? Все про тебя. И ты знаешь. Ты просто прикидываешься. Не отпирайся. Как ты можешь на меня смотреть? Ваша честь, я же ее смс-ку прочитала. Она у мужа была на телефоне в тот вечер. Это было от нее. От нее была смс-ка, понимаете? Ваша честь, разрешите еще вопрос? Да. Виктория Владимировна, вот вы нам расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за смс-сообщение вы нашли? При каких обстоятельствах, от кого, кому, все, пожалуйста, подробно. Когда меня инспектор остановил, в ту ночь, я хотела позвонить своей подруге Ирине, потому что она юрист. Просто хотела проконсультироваться. И когда я хотела позвонить, то у меня на сотовом закончились деньги. Я взяла сотовый мужа. И когда я взяла сотовый мужа, я увидела, что там непрочитанная смс-ка висит. И я просто, я обалдела. Она была от Валерьянова. Я даже сначала не поняла, понимаете? Я даже ничего не подумала. Так, понятно, смс-ка от свидетельницей. Я даже не подумала. Что там было? Скажите, пожалуйста. Я прочитала, и там было. Так что? Солнышко, не переживай, она тебя не стоит. Люблю. Врешь ты все. Моя Наташа никогда смс не писала. Говорит, неудобно это. Врешь ты это. Да это она тебе не писала. Придурок. А ему она писала. И я только жалею, что я стерла эту смс-ку. Тогда бы ты не отпирался. Он просил, что чужие семьи разбивать. Там уже своей никогда не было. Мой муж тоже отпирался. А когда я ему под нос сунула эту смс-ку, тогда, тогда он во всем и признался. И все сказал, что у них все было. И все у них было. Жизни у тебя никогда не было. И не будет. Поспокойней, пожалуйста. Вопросы по существу. Разрешите мне вопрос, Ваша честь. Скажите, свидетель, так у вас все-таки было что-то с погибшим Зубковым или нет? Ну, вы не молчите. Ответьте на мой прямой вопрос. Здесь судебное заседание. Да, да. Что было? Было, но не то, что думает Вика. У нас было духовно. Духовно. Да. Что вы подразумеваете по словам духовно? Понимаете, в последнее время Вику уже никто не мог выносить. У нее то голова болит, то депрессия. Я понимала, конечно, все. Ну, возраст все-таки. Спасибо тебе, подруженька. Нет, ну возраст, конечно, понятное дело, но Сережа этого не мог понять. Ему не объяснишь, что у тебя голова болит. Подруженька ты моя, спасибо тебе, доктор. И он всегда обращался ко мне. И многое что рассказывал. Скажите, рассказывал. А вот своими проблемами он же делился, Зубков, с вами, да? Да. Он мне рассказывал все свои проблемы. Не только семейного плана. Ну и то, что ему неоднократно угрожали. Кто угрожал? Он был хирургом, очень хорошим хирургом. Но не всегда спасал людей, конечно. Бывает такое, что люди умирают все-таки. А родственники пациентов этого не понимали и угрожали. Родственники пациентов. То есть вы хотите сказать, что его убить мог, в принципе, кто-то из этих родственников, которые имели к нему какие-либо претензии? Ну, знаете, может быть, да. То есть вы-то не отрицаете. Хорошо. У меня вопросов нет, ваше честь. Обвинение. Больше нет вопросов. Присядьте, пожалуйста, свидетель Лилия Ивановна. Суд вызывает свидетеля Ромашова. Пригласите, пожалуйста. Свидетель Ромашов. Здравствуйте, свидетель за кафедрой. Будьте добры. Здравствуйте. Приставьте седу. Ромашов Аркадий Константинович. Где вы проживаете? Москва, Расчупкино, 73, квартира 8. Чем занимаетесь? Я студент. Вопросы сторон, пожалуйста. Аркадий Константинович, скажите, пожалуйста, это вы владелец вот того самого гаражного бокса номер 59, который снимали супруги Зубковы? Да. Вот в гаражном кооперативе вам также принадлежит бокс номер 73, правильно? Правильно. Там моя машина стоит. Ваша машина. А у вас были ключи от гаражного бокса, который у Зубковых? Ну да, конечно, это же мой гараж. Но вообще вы с этой семьей хорошо знакомы? Да вот не то, чтобы очень. Вот мужа ее, Сергея, я толком вообще не знал. Вот с Викторией Владимировной общался, она мне все время деньги отдавала. Угу. И как вы можете охарактеризовать Викторию Владимировну? Да в последнее время что-то какая-то нервная была. Какая-то так. Ну вот что вы имеете в виду нервная? В чем это проявлялось? Задержусь на 10 минут, так она нервничать начинает. Потом скажу, назову ее Викторией вместо Виктории Владимировны, так тоже напрягается. Да какие на 10 минут? Да ты на 2, на 3 часа задерживался. У меня что, нет своих дел, я тебя всегда жду и жду. Ну что ты говоришь, что ты врешь-то? Подсудимый Зубков, не мешайте, пожалуйста, допросу. Скажите, пожалуйста, свидетель, а вам было известно о том, какие-то проблемы, может быть, в семье Зубковых имелись? Ну, в общем-то, да. Было известно. И, может быть, вы сами были этому свидетелем? Ну, один раз был, я вот как раз когда в январе последний раз деньги забирал, вот, так она при мне, при мне с мужем такую истерику закатила. Подождите, вы только что говорили, что вы не знали погибшего мужа, практически не знали. Ну да, я и не знал его, я лично его не знал. Но когда я приходил, она с ним по телефону при мне разговаривала. Вот, говорил там, что там, называл там, я так, из разговора я понял, что он хочет на работе задержаться. А она там начала ему говорить, там, что он порнокопытный, там, все время на работе задерживает, молодую себе нашел и так далее, и тому подобное. Вот, как-то в том каком... Ну, то есть, очень нервно. Да что ты говоришь, что ты говоришь-то? Как было, так и говорю. Судитель, а чем закончился телефонный разговор, помните? Она какую-то глупость сказала, там, что там, она его выведет на чистую воду, а как выведет, так убьет. Вот как-то так. Ну, понятно. Скажите, а что вы лично делали в ночь с 23 на 24 января 2009 года? Ну, так примерно с 4 до 5 утра. Да, я сколько раз об этом говорил. Тусовался я. Там же был этот, была пятница, нет, ну, уикенд, короче. Нет, ну, с кем именно вы проводили время, где, при каких обстояниях, кто вас видел? Мы в клубе были с моим другом, с Женей Косарловым. Ну, и там с двумя девчонками потом познакомились. Потом под утро к нему домой поехали. Ну, надеюсь, понятно, зачем. Ну, пока понятно. У меня вопросов нет, ваше честь. У меня нет вопросов. Нет вопросов. Свидетель, присаживайтесь, пожалуйста. Пригласите свидетеля Нефедова. Свидетель Нефедов. Здравствуйте, свидетель. Будьте добры за кафедру. Представьтесь, пожалуйста. Нефедов Родион Николаевич, 60-го года рождения. Где вы проживаете? Москва, улица Приречная, 51, квартира 17. Где и в качестве кого работаете? Я работаю сторожем в гаражном кооперативе. Начинаем допрос. Прокурор, пожалуйста. Родион Николаевич, вспомните, пожалуйста, 24 января 2009-го года, в котором часу машина Зубковых приехала в гараж. Они приехали в начале 4-го. Да, я тогда поднял для них шлагбаум и потом в журнале отметку сделал. Они тогда припозднились сильно. Обычно они к часу ночи максимум, а тут вот в начале 4-го уже. В начале 4-го. Родион Николаевич, вот кроме того, что они поздно приехали, вы еще что-то необычное заметили? Да нет. Я вообще думал, она одна приехала. Почему? Я же не видел, что Сергей Анатольевич на заднем... Его было не видно, да? Нет, не видно. В салоне его не было видно. И в котором часу Зубкова ушла из гаража? Где-то около 4-х. Давайте уточним. Около 4-х это во сколько? Это в... Минуты не помните, наверное, да? Это неправда. То есть в начале 5-го, да? Да какой... Какой... Около 4-х. Какой в начале 5-го? Я в половину 4-го уже ушла. Нет, нет. А ушла она. Около 4-х. Это я запомнил. А что вы ему верите? Он же алкоголик, он пьет. Он... Около 4-х она ушла. Я это запомнил. Мы в журнале эти отметки не делаем, но я запомнил. Потому как уходила она одна. Угу. Уходила одна. То есть, а вам не показалось странным, что она вот такой поздний час приехала, вроде бы как одна и ушла там, и без мужа она? Показалось. Обычно они вдвоем приезжают, и он за рулем. А тут она. Угу. И я еще хотел у нее про Серегу, ну, про Сергея Анатольевича спросить. Он рыбак, я рыбак. Он мне обещал свой старый спиннинг отдать. Вот. А она сказала, что он в гараже остался. Угу. Скажите, а вот в каком состоянии находилась Зубкова в тот момент? Вы можете припомнить? Да, конечно. Не забыли, да? Она была мятая, была в грязи. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Это что он может припомнить? Сейчас. Какая-то не в себе. Глаза все время отводила, если я пытался с ней заговорить. В общем, ну, теперь-то все понятно. Да что тебе понятно-то? Какие глаза ты водила? Это ты и свои глаза. Судимый. Да он же... Подсудимый. Встаньте, пожалуйста. Вас стоит держать, что ли, в процессе. Присядьте. Расскажите мне. Да. Скажите, пожалуйста, свидетель. Вот из ваших отметок в журнале следует, что с трех до пяти утра 24 января 2009 года машины в гараже оставляли только Зубковы. Никто больше не въезжал и не выезжал. Так получается? Да, так. Ну, значит, и получается, что в этот промежуток времени ночью с трех до пяти вы оставались один на один с Зубковым непосредственно. По крайней мере, с его автомобилем. Правильно? Ну, да. На территорию гаражного кооператива можно только проникнуть через въезд, который вы охраняете. Правильно? В общем, да. Территория огорожена блоками железобетона. Высота полтора метра. Нет, ну, перелезть, конечно, можно. Только кому это надо? Да что вы его слушаете? Да туда залезет кто хочет. И он будет спать, как танк просто напьется и будет спать. И даже не услышит. И время перепутает. Ваша честь. Ваша честь, разрешите, я просто хотел бы обратить внимание, что в отношении сторожа Нефедова неоднократно проводились служебные расследования, поскольку имелись сведения о том, что он постоянно пьянствует, в том числе и на своем рабочем месте. Прошите продолжение. Скажите, Светель, Нефедов, вы вдовец? Ваша честь, а что это за вопрос по отношению к свидетелю? Это личное дело данного свидетеля. Поспокойнее, я вопрос не снял, пожалуйста, отвечайте на вопрос. Ответьте на вопрос. Вы вдовец? Да, вдовец. Скажите, когда вы потеряли жену? В августе 2008 года. А какова причина смерти вашей супруги была? Инфаркт. Сердце у нее слабое было. Она в больнице умерла. Она умерла в больнице. А кто оперировал вашу супругу? Откуда я знаю? Там много врачей было. Я что, на операции присутствовал? В таком случае, Ваша честь, я хотел бы огласить справку, которая получилась из лечебного учреждения на мой запрос, в которой указано, что Нефедова Н.И. Проходила лечение в нашей клинике с диагнозом инфаркт миокарда. В ходе лечения необходимую операцию проводил хирург Зубков С.А. Нефедова Н.И. Скончалась 12 августа 2008 года в результате остановки сердца в больнице. Так это он. Ваша честь, минуточку. Это же он. Я прошу приобщить. Это же он моего мужа убил, Ваша честь. И приобщить этот документ к материалам дела. Это он. Это теперь все сходится наконец-то. Что сходится? Ничего не сходится. Это ты. Если б я знал, стал бы я год ждать, чтобы поквитаться. Да. По спокойней, в сторону. Ваша честь, у меня вопросов к этому свидетелю нет. Нет, у меня есть сходотайство о вызове и допросе свидетеля Дикевич, которая может пояснить новые обстоятельства по данному делу. Не возражает сторона обвинения? Нет, Ваша честь, я не возражаю. Светлень Федоров, присядьте. Пригласите свидетеля Дикевича. Которую обвиняют в убийстве мужа. По версии следствия, подсудимая ударила погибшего монтировкой по голове и оставила умирать зимой в гараже. Таким образом, она отомстила мужу за измены. Адвокат уверен, что преступление мог совершить другой человек. А подсудимая невиновна. Кто лишил жизни человека. Свидетель Дикевич. Здравствуйте, свидетель. Здравствуйте. За кафедру, пожалуйста. Представьтесь сюда. Дикевич, Татьяна Александровна. Где проживаете? Москва, улица Утренняя, дом 79, квартира 111. Род ваших занятий? Я студентка. Хорошо, допрашиваю. Расширите, Ваша честь. Скажите, пожалуйста, вы посмотрите в зал, может быть, кого-то узнаете? Только Аркадия Ромашова. Откуда вы его знаете? Где, когда, при каких обстоятельствах познакомились? В конце января мы с подружкой в клуб ходили. Ну, там тусовались, а он с другом был. К нам подошли и так и познакомились. Нет, вы дату могли бы уточнить, когда это было? Это было пятница 23 января. Мы с тех пор с Аркашей встречаемся, а через полмесяца у нас свадьба. Как свадьба? Какая к лешему свадьба? Вам-то какое дело? Есть мне до этого дело. Есть. Заткнись. Этот Аркаша моей дочери ребенка задел и должен на ней жениться. Понятно? Это у вас у ребенка. Аркаша, что происходит? Да она все подстроила. Да мне все равно, кто что подстроил. Что происходит? Почему ты мне ничего не сказал? Ваша честь, у меня есть что добавить по этому делу. Ваша честь, я ходатай свою повторно допросить свидетеля Нефедова. Я думаю, вам будет интересно. Ну, встаньте. Давайте допросим. В ту ночь с 23 на 24 января Аркаша со своим другом и две девицы где-то в начале пятого утра подъехали на такси к нашему гаражному кооперативу и проникли на территорию. Через некоторое время его друг и... А, вот эта девица как раз тоже была среди этих двух. Скажите, в каком часу это было? Я уже сказал, в начале пятого. В начале пятого? Понятно. Вот. Одна из них была она. Через некоторое время друг его и эти две девушки выскочили за территорию, а он остался один среди гаражных боксов. И пробыл там еще минут 10-15. Ну, что ты врешь? Какой 10 минут-то? Вот и подумайте, что он там... Вот и я, правда. Это он убил моего мужа, это ты убил. Да нафига мне это надо-то было? Я там был минуту. Да, да. Это ты его убил. Наверняка ты, ты. Ваша честь, у меня вопрос к свидетелю Нефедову. Да, задайте. Скажите, пожалуйста, Родион Николаевич, а почему вы нам сейчас именно решили это сообщить? Что так вот на вас повлияло известие, которое вы сейчас узнали о готовящейся свадьбе? Я понял. На предварительном следствии вас ведь об этом спрашивали. Ну, понимаете, я сам птиц домовский. Жена умерла год назад. Дочь Светлана. Это единственное, что у меня осталось. И я хотел, чтобы все у нее было нормально. Она могла встретить кого угодно. А встретила вот... А встретила этого подонка. Понятно. И вы так все позвонили, что решили изменить свои показания, правильно? Вы хотите сказать, что у вашей дочери и свидетеля Ромашов был роман? Да какой роман? Переспали они с ней. Ну, она от него забеременела. Это сама она все подстроила? Да, подстроила. А он ее бросил. Я ей ничего не обещал. Еле откачали девочку. А когда это вот было? Когда Ромашов разорвал отношения с вашей дочерью? В начале января. Где-то недели за две до того, как Сергея Анатольевича убитым нашли. Ты меня обманывал все это время? Я же хотел, чтобы все было по-человечески. Свидетели, поспокойней. А тут я думал, они поженятся, все будет нормально. Поэтому и молчал. Да кто на такой женится? Стоп, стоп, минуточку, свидетель. То есть вы утверждаете, что покрывали Ромашова только потому, что считали, что это ваш будущий зять и не хотели портить ему, как бы, жизнь. Да, получается так. Мы с ним договорились, что они вновь начинают встречаться, расписываются, а я молчу. Да никакого договора не было, неправда. Ваша честь. Ну, в свете открывшихся обстоятельств я хотел бы задать несколько вопросов, дополнительных вопросов свидетелю Дикевичу. Если вы позволите, я их задам. Так, свидетель Дикевич, за кафедру пройдите, пожалуйста. Пожалуйста, Доктор. Расскажите, вот как ваши события ночью 24-го числа развивались? Только поподробнее, если можно. Ну, мы сначала в клубе цусовались, а потом Аркаше пришла идея по Москве покататься. Только он сказал, что у него тачка в гараже стоит, и за ней заехать нужно. А что было дальше? Ну, мы стали машину ловить, ехать далеко оказалось. Подружка моя, Катька, даже капризничать начала. Говорила, что это развод, что никуда не поедет, мол, мы не лохушки какие-нибудь. А Аркаша сказал, что за свои слова отвечает. Ну, а что происходило в самом гаражном кооперативе? Ну, мы... Аркаша не смог машину выгнать. Там какой-то мужик оставил машину свою возле его гаража, вот. А он разозлился. А что злиться, мы, что ли, виноваты? Потом Аркаша, они с Женей что-то пошептались и сказал, что у них план Б есть. Нам интересно стало, что за такой план Б. Но он сказал, что у него в этом кооперативе два гаража и две машины. И пошли мы с ним к другому гаражу. И ключи нам даже показал. А и вы этот гараж открыли? Мы не открывали, это Аркаша открывал, а мы убежали в это время. С чего это вы убежали? Ну, это розыгрыш был такой. Женя нас подбил сбежать, чтобы весело было. А думали, что нас Аркаша там за воротами на машине заберет. А он вышел злой и без машины. Не до шуток было. Это он убил моего мужа. Это он убил. Да не убил никого. Это ты убил. Да не убивал я никакого твоего мужа. Ты, ты, это ты убил. Зачем ты ходил тогда в гараж? Зачем? Тихо, тихо. Ваша честь, у меня вопросов к свидетелю Дикевичу нет. У меня есть несколько вопросов к свидетелю Ромашову. Опять же таки, в свете открывшихся новых обстоятельств. Присядьте, Светль Дикевич. Ромашов, будьте добры за кафедру. Пожалуйста. Скажите, свидетель, так вы все-таки были в ночь 23-й на 24-й в гаражном кооперативе рядом со своими гаражами? Ну, был. Были. Не отрицайте. Не отрицайте. А почему вы об этом не сообщили на предварительном следствии? Да потому что испугался я. Мы когда, когда, она все правильно сказала, я не мог свою машину выгнуть, машина стояла прямо поперек. А я пытался ее толкнуть, мы с Женькой, она была на ручнике и на передаче, мы не смогли ее толкнуть. И потом тогда мы подумали, что у них в гараже, потому что у меня в гараже вообще ничего не было, какой-нибудь предмет, чтобы окно разбить и машину эту сдвинуть. И потом я бы на своей выехал. Хорошо. Вот вы зашли в гараж Зубковых, что вы увидели? Я туда зашел, там машина стояла ихняя, и все стекла в крови. Я дальше думать не стал. Врет он, врет. Мне нафиг это надо, я хлопнул в дверь и убежал оттуда. Он врет, это он его убил, это он, это он, это ты убил моего мужа. Не убивало никого. Врешь. Не убивало никого. Вы увидели труп, где труп находится? Я труп не видел, я увидел просто, что машина, я понял, что там что-то произошло, я не знаю, что, мне все равно, что там произошло. Какое-что-то, я закрыл дверь и убежал, я испугался. Ваша честь, у меня вопросов нет. Мне все предельно ясно, я готов к премиуму. Он врет. Он врет. Подсудимая. У прокурора вопросов нет? Нет, у меня нет вопросов. Присядьте. Дополнения у сторон имеются? Ваша честь, обвинение готово к премиуму. Аналогично защиту, Ваша честь. Хорошо. Судебное следствие я объявляю закрытым. Суд переходит к премиуму, слово предоставляется государственному обвинителю. Слушаем вас, Ирина Геонидовна. Уважаемый суд, о виновности подсудимой Зубковой свидетельствуют неоспоримые доказательства. В день убийства Зубкова узнает об измене своего мужа. Будучи женщиной вспыльчивой и невыдержанной, как следовало из показаний свидетеля Валерьянова, подсудимая, находясь уже в напряженном эмоциональном состоянии после ссоры в гостях, которое было усилено конфликтом с сотрудником ГИБДД, прочитав СМС-сообщение, которое окончательно ее убедило в своих подозрениях, в том, что действительно у мужа есть другие отношения. После этого в гаражном боксе между ними происходит драка. Тому свидетельствуют многочисленные ушибы, ссадины и царапины, которые имеются и у подсудимой, и у погибшего Зубкова. В подногтевом содержимом подсудимой Зубкова были обнаружены частицы эпителия погибшего Зубкова. На орудии преступления, на монтировке, которой был убит Сергей Зубков, имеются отпечатки пальцев и потожировые следы двух человек. Это следы самого Сергея Зубкова, поскольку монтировка принадлежала ему и подсудимой Зубковой. Таким образом, версии о том, что к данному преступлению причастны иные лица, не подтверждается фактическими обстоятельствами дела. Эта версия несостоятельна. Поэтому я прошу суд признать ее виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. У меня все. Спасибо. Пожалуйста, защита, слушаем вас. Ваша честь, прокуратура в своем обвинении основывается на предположениях. Я основываю свою защитительную речь на фактах. Убийство произошло по заключению судебно-медицинской экспертизы с 4 ночи до 5 утра. Моя подзащитная приехала в 3.20. Соответственно, до момента совершения преступления ей надо было где-то еще час, где-то в районе часа гулять зимой по гаражному кооперативу. Нефедов, свидетель, указывает, что она практически приехала и практически сразу же вышла. То есть к 4 часам свидетель Нефедов показывает, что она уже вышла. Кто же находился с 4 до 5 часов в гаражном кооперативе рядом с телом погибшего? Пожалуйста, свидетель Ромашов. Это установлен факт, само же предварительное следствие устанавливает. Сейчас в судебном заседании мы находим подтверждение, что еще находился кто-то в этот момент. Почему на монтировке нет отпечатков пальцев? Потому что зима, холодно. Кто зимой хватает металлические предметы без перчаток? Поэтому вполне логично, что он схватил эту монтировку в перчатках, поэтому следов не осталось. Ваша честь, я обращаю внимание, что было полностью неправильные данные показания на предварительном следствии. Только что здесь скрылась истина. Свидетели врали, поэтому с учетом этого обстоятельства надо проводить еще выяснение всех обстоятельств этого дела. Я прошу мою подзащитную оправдать, поскольку ее вина не получила доказательства в судебном процессе. Спасибо. Спасибо, Анатолий Васильевич. Подсудимый Зубков, встаньте, пожалуйста. Суд вам представляет последнее слово. Ваша честь, я прожила со своим мужем почти 20 лет. Я выходила за него, когда была еще девочкой. Он был для меня единственным мужчиной всю жизнь. Он был моей радостью, гордостью, мое счастье. Я все, все, все делала для него. А в ответ я, я для него была всегда плохая. Я была плохая хозяйка, я была плохая фрегидная женщина, убогая, психбольная. Я была бы никудышняя мать, потому что, как он говорил, и что мне не нужно поэтому было иметь и рожать детей. А он, он поднимал на меня руку, гулял, изменял мне. Он даже своим любовницам делал аборт в своей больнице. И вот в тот вечер я поняла, что, что все. Я больше, я больше не хочу быть плохой. И я больше не хочу слышать ни одного слова, что я такая. Я тогда хотела только, чтобы он замолчал раз и навсегда. И чтобы я больше никогда, понимаете, никогда больше этого не слышала. Но это, это не я его убила. Это не я. Я не виновата. Это, это не я его убила. Нет, это не я. Все. Суд удаляется на совещании для постановления приговора. На скамье подсудимых женщина, которую обвиняют в убийстве мужа. По версии следствия, подсудимая ударила погибшего монтировкой по голове и оставила умирать зимой в гараже. Таким образом, она отомстила мужу за измены. Адвокат уверен, что преступление мог совершить другой человек. А подсудимая не виновна. Кто лишил жизни человека? Прошу всех встать. Суд идет. Разглашается приговор. Федеральный суд приговорил Зубкову Викторию Владимировну признать виновной в убийстве Зубкова Сергея Анатольевича, то есть совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения оставить прежнее заключение под стражу. Прошу всех садиться. Суд вынес обвинительный приговор Зубковой, так как в судебном заседании нашел подтверждение факт причастности ее к преступлению, причастности ее к убийству Зубкова. Зубкова, ныне осужденная, находилась в то время и в том месте, где совершено было преступление. У суда не возникло сомнения, что это убийство совершила именно Зубкова Виктория Владимировна. В суде установлено, что незадолго до этих трагических событий у них была ссора. Эта ссора перерастала в драку, как и подтвердила нам сама Зубкова. И вот результат этой ссоры, результат этой драки, плачевный, Зубкова убила своего мужа. Мотив также налицо по преступлению. Это ревность. Она ревновала своего мужа за измены и решила по-своему распорядиться с его жизнью. Нет ничего ценнее человеческой жизни, а Зубкова распорядилась по своему усмотрению этим. Это, конечно, недопустимо ни при каких обстоятельствах. Суд считает законным и обоснованным назначение приговора в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Именно такой срок суд определил. Суд считает, что именно такое наказание будет способствовать ее первоспитанию. Но, конечно, восстановление социальной справедливости здесь невозможно. Человека нет. Наказание должно быть неотвратимым и справедливым. Справедливость же по определению древнегреческого философа Платона это категория, равноприменимая к оценке фактических обстоятельств дела, квалификации преступления и определению наказания. Так вот, суд, я еще раз повторюсь, определил наказание в виде лишения свободы. Считает его справедливым, обоснованным и законом. Станьте осуждены. Вам понятен приговор? Да, Ваша честь. На этом судебном свидании объявляю закрытым. Продолжение следует...